В общем и целом, Марин, сколько нужно зарабатывать, да, очень-то грубо, да, то есть для того, чтобы привести члена семьи как бы сюда, да, в США? Я специально открыла на сайте таблицу, значит, это не какая-то тайная таблица, я иду прямо на сайт иммиграционной службы, uscis.gov, потом такая палочка вперед, I-864B, это называется Poverty Guidelines для Fidelity of Support, или по-русски как бы суммы, которые обозначены по черте бедности в Америке. Значит, для того, чтобы обеспечить одного человека, вот, например, вы одинокий мужчина, к примеру, вы одинокая женщина и хотите воссоединиться со своей мамой, мы берем количество людей в вашей семье, а именно мы смотрим на ваши налоговые декларации последние, то есть, например, в 2020 году вы подали свой tax return, налоговую декларацию, как одинокая женщина, вы одна там упадана, еще к вам едет ваша мама. Вот теперь мы должны смотреть на размер семьи двое человек, то есть, количество людей двое, на двоих можно зарабатывать 21 тысячу 775. Если вы замужем, муж, жена, и приглашаете вашу маму, вам уже нужно показывать лично доход в сумме 27 тысяч 450 долларов. То есть, еще раз, годовой доход, я тут остановлюсь на секунду, годовой доход, который вы показываете, 27 с половиной тысяч долларов, это если вы в семье один человек, да, то есть, и вы привозите еще одного человека. Двое в семье, и вы еще одного, на троих 27 450. То есть, это, чтобы у нас там две тысячи, там, две с половиной тысячи в месяц там надо зарабатывать, чтобы пройти, и подзарабатывать две с половиной тысячи в месяц, ребят, мы понимаем, что вы декларируете, да, что Марина, видимо, не раз видала в налоговых декларациях достаточно состоятельных людей, достаточно низких походов. Постоянно, постоянно, мы, понимаете, очень многие люди, и не только эмигранты, и, кстати, я сталкиваюсь с этим постоянно, даже, я бы сказала, больше не с эмигрантами, а с местными американцами, которые, конечно же, скрывают свой настоящий доход и декларируют другие суммы, потому что у них есть возможность, зарабатывая, например, наличными или еще что-то, показывать какую-то минимальную сумму, чтобы минимально платить налоги. Если бы в Америке все по максимуму показывали то, что они на самом деле зарабатывают, у нас бы, я не знаю, насколько увеличились вообще налоги, и мы бы вообще могли себе позволить, как страна, все, что хочешь, а не были бы нормальные налоги. Ну, так как понятно, если вы работаете на чек, вы ничего скрыть не можете. Вы работаете на чек, у вас есть форма W2, или там, например, 1099, 1099. Я называю цифры, которыми обозначается форма годового дохода, который вам дает работодатель в конце года. Вот, например, я тоже в своей компании, так как я, несмотря на то, что я работаю на себя, я себе платю зарплату, как и другим людям, которые работают на нашей компании, я получила форму W2, у меня есть зарплата. Ничего не скрыть, тем более, что мы, честно говоря, адвокаты, мы и так ничего не скрываем. Я вообще декларирую все, наличные, что мне все равно, когда ко мне люди приходят, говорят, мы вам заплатим наличными, мне все равно я все декларирую. Я не имею права скрывать, у меня есть лицензия, я очень до нее фиджевая. Вот, но многие скрывают. И, к сожалению, когда ты поддаешь на афидеэтов саппорт, я никак не могу доказать скрытый доход. Поэтому работаем с тем, что есть на ваших налоговых декларациях. Продолжение следует...